В последнее время все отдают предпочтение небольшим собачкам, которых легко носить на руке или в сумочке, можно приучить кошачьему лотку и на кормление уходит минимум времени и средств. Однако есть те, кто считает, что пёс должен быть большим. Пытаясь выяснить, какие породы собак самые крупные, мы с Тайсоном сформировали небольшой рейтинг, который основывается на высоте в холке и в среднем весе собак. Дир Хаунд или шотландская оленя-борзая Это худая собака, вес которой составляет порядка 45 кг. При этом рост достигает 75 см, благодаря чему собака считается гигантом в своем мире. Главное достоинство этой породы в ее скорости, ведь натренированные псы могут догонять оленя, благодаря чему во время охоты можно использовать такую собаку вместо оружия. Леон-бергер Название породы происходит от созвучного города Леонберг, что находится в Германии. Символом города, что был на гербе, является лев, а порода собаки стала живым воплощением льва. Герба города Леон-бергер – это смесь пиренейской обчарки, Ньюфаундленда и Симбернара. Благодаря скрещиванию получился гордый и огромный красавец, который пользуется популярностью и считается примером семейного пса. Леон-бергер имеет очень нежный и спокойный характер, он общителен и доброжелателен, благодаря чему дети будут любить его всей душой. Ньюфаундленд Название породы происходит от канадской провинции, граничащей с водами Атлантики. Собака имеет аристократический и добродушный характер, отлично чувствует себя в воде и быстро плавает. Например, на родном острове их использовали для переноса тяжелых предметов, для вытаскивания сетки – полной рыбы. Так как собака имеет тихий и покладистый характер, ее часто используют как няньку для детей. Ньюфаундленда всегда брали с собой на рыбалку, ведь даже во времена тумана он мог определить, с какой стороны находится берег. Средний рост 66-71 см, вес около 60 кг. Самый большой известный представитель этой породы имел длину 182 см от носа до хвоста, при весе в 117 кг. Тибетский мастиф Что касается мастифов, то их существует несколько видов, при этом все они достаточно крупны, поэтому достойны того, чтобы попасть в этот топ. В целом, тибетский мастиф – это самая загадочная, редкая, дорогая и древняя порода собак в мире. Первые исторические записи о них появились еще в IV веке до н.э. Характер у них покладистый, но при этом они сильные и выносливые, высоко ценятся за свои охотничьи навыки. Вес скобеля 70-80 кг, рост 75-78 см. Ирландский волкодав Очень высокая собака, имеющая великую и давнюю историю. Предков этих собак использовали еще сами кельты, идя с ними на охоту. Собака имеет выдающиеся размеры, удивительную скорость и силу, благодаря чему с легкостью могли поймать и обезвредить любую добычу. Из-за чего численность породы также постоянно снижалась, пока в один момент не достигла критической отметки. В конечном итоге, в начале XIX века ирландский волкодав практически перестал свое существование. Спасти породу решил энтузиаст Ричардсон, который путешествовал по всем островам Великобритании для того, чтобы найти самку этой породы и восстановить численность этих высоких, кучерявых и мускулистых красавцев. Внешне ирландский волкодав похож на дирхаунда, но массивнее его. Иренейский мастиф Впервые упоминание об этой породе появилось еще за тысячи лет до нашей эры. Однако официально Пиренейского мастифа признали только в 1946 году. Специалисты уверены в том, что эту породу вывели финикийцы для того, чтобы собака была надежным сторожем и пастухом. Высота кобелей достигает 80 сантиметров в холке. При этом вес кобеля составляет порядка 70-75 килограмм. Раньше хозяева этих огромных собак называли их ласковыми гигантами. Дело в том, что эта собака очень терпелива и легко привязывается к своим хозяевам. Способна защитить детей от чужаков. Думаю, вряд ли кто-то захочет подойти к ребенку, когда возле него боевой гигант, отпугивающий лаем и огромными зубами. Синбернар Еще один милый гигант, который считается очень доброй, отважной и сильной собакой. Высота самцов в холке достигает 90 сантиметров. История этой породы достаточно интересна, ведь по факту Синбернар это результат многолетних скрещиваний тибетского мастифа с европейскими породами собак. В конечном итоге получился верный друг, с которым не страшны любые путешествия. У них очень густая шерсть, благодаря чему им не страшен ни холод, ни ветер. Прекрасный нюх, за счет которого они могут спасать людей из любых передряг. Синбернар легко поддается обучению и очень покладистый. Наглядной будет история барни Синбернар, который в снегах нашел ребенка, отогрел его языком и принес в монастырь к монахам. Немецкий дог Доги – гиганты собачьего мира, в стандартах которых не указывают верхнюю границу роста. Самки не ниже 72 сантиметров, кобелей не ниже 82. То есть, насколько большим может вырасти такой пес, неизвестно никому. Кстати, самая высокая собака в мире как раз таки принадлежит к этой породе. Джордж. 111 килограмм, 110 сантиметров в холке и 213 на задних лапах. Дог – это мощный, благородный и изящный пес, который имеет врожденную деликатность, благодаря чему станет незаменимым другом и спутником для активных и ответственных людей. Стоит отметить, что история английского мастифа и немецкого дога достаточно сильно переплетается, поэтому понять, кто же из них больше, до сих пор наверняка не получается. Английский мастиф И все же на первом месте оказался именно английский мастиф. У представителей древней английской породы следующий стандарт. Вес 100-110 килограмм, рост 90 сантиметров в холке. Самый большой представитель этой породы, геркулес, имел следующие параметры. Вес 155 килограмм, рост 94 сантиметров. Несмотря на свое величие и внушительные габариты, собаки очень добродушны и дружелюбны, поэтому станут незаменимыми товарищами во время путешествий. Как можно было заметить, большинство огромных собак страшны только на свой вид, ведь на деле они очень дружелюбны, а некоторые из них способны быть настоящими няньками для детей и их четвероногими охранниками и защитниками. Любите собак, ведь собака – это друг человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Многие меня просят, передай мне привет в видео. Так вот, если вы внимательно смотрели это видео, то не могли не заметить звездочки. Внимание, вопрос. Какое количество звездочек в этом видео? Оставляйте свои варианты в комментариях. Я выберу несколько правильных ответов и лично передам вам привет в следующем видео. Удачи! Всем спасибо за просмотр. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!